МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безнесмены зацекавлены у развития экономичного супрациониста с нашим регионом. Украинский спевак, композитор и актер Олег Винник выступил у Гомелли. А зараза б гэтым иншим больше подробязна. Сегодня на Гомельщине выпал перший снег. Под узденье холодных атмосферных фронтов, які пришли из Балтыйского моря, трапили 4 районы. По словах синоптыков, для кастричника это довольно редкая з'ява. На кольке готовые ДАИ оказались супрационники ДАИ, дорожные и иншие службы. Высветляла Ганна Ковалева. Первое появление снежного покрова на территории нашей области обычно отмечается в середине ноября. В прошлом году это произошло 24-25 ноября. Но вот такая дата, как в этом году, это не аномалия тоже. Потому что самая ранняя дата появления снежного покрова в Гомеле – 26 сентября. И произошло это в 1906 году. На капрызы необязанной канцеляры самой раннейцы зараховали усе дорожные службы. У 11-1 держаута инспекция увела специальный план на дворье. Распочался активный мониторинг дорог. Головная мета – выявить небеспечные участки, поведомить про их у дежурной части и дорожным службам. Для этого выкористовывается у темлику и махчимости видокамер, установленных на улицах. На очистку дорог от снега оперативно выехали свыше 20 одинок техники. Беспечерская есть, которая круглосуточная дежурит. Несмотря на то, что у нас с 1 ноября дежурство, мы начали уже с 25 октября дежурство, это круглосуточное. И поэтому были готовы к этому полностью. Стихия не застала нас врасплох. Мы были готовы, знали прогноз. Поэтому вся техника с момента обнаружения осадков работала на дорогах Гомельской области. Самая складанная ситуация на автодорогах М5 до Жлобинского района и М10 до Калинковицкого. У каждого из этих кробок отправилась снега уборочная техника. Наибольшая колькость опадков зарегистрована у Гомельским, Чачерским, Рычицким и Удакашалевским районах, где до Рычи минулой ночи больше 20 населенных пунктов и 8 молочно-товарных фирм застались без электроэнергии. Прос 2,5-й годины. Усени палатки были ликвидованы. А лишь причину авары специалисты со снегопадом не связывают. А вы же Хоровевский барок Гомельского района отшули неозручности, миновито за непогоди. А у Талавка, что доставляя продукты харчевания, своечасово не доехало до места назначения. Как вызволить машину на место здоровья, были накерованы супрацовники МНС. По словам метеорологов, первая снежная покрова, как правило, неустойливая, может протрыматься от некоторых годин до некоторых днен. Уже в субботу температура поветра почти повышается, а опадки чакаются только в выгляде дождю. Одночасово макчимы слабые туманы и гололед. Сотрудники госавтоинспекции переведены на усиленный вариант несения службы. Также работают в тесном взаимодействии с дорожно-коммунальными службами. И еще хотел бы акцентировать внимание водителей, что согласно правилам дорожного движения, обязательным условиям оборудования автомобиля зимними шинами, это с 1 декабря. Но, как уже показывают погодно-климатические условия, необходимо это делать сейчас. Супрационники ДАИ закликают водителю быть максимально осторожными за рулем и заховывать худкостный режим. Дарочу областным центром Сюннераницы зафиксовано больше за 30 дробных ДТЗ. Обставины серьезной авары высветляются у Будок-Кошалевским районе. А вот с пешеходом смены на дворья на дворот пришлись от досподобы. Когда посмотрели в окна, сразу был снег, машины в снегу стояли. Мы на санках катаемся, кидаем снежки. Настроение супер, потому что снежок это приятно, но как-то рановато в этом году. Не ожидал так рано снег, но в принципе хорошо. Снежно, прекрасно на улице. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадо, компания «Гомель». Фотографии заснеженных в улице, ауто и парковок з'явилися ранецы в социальных сетках. Яуген Пабалавец собрал наибольшь текавое. Прошнувшиеся ранецы 26-го Кастрышника, жахары региону бачили за окном зусим меньший пейзаж. И одразу принялись делиться фото и ураженными сябрами в социальных сетках. Особливо активные аутоаматоры. Под сдымком своей машины один из кристальников инстаграма написал «А в Гомеле зима». Подкралась незаметно. У популярной суполцы «Гэта Гомель Дедка», у иншей социальной сетцы. Кристальник выложил фото авары, каля мясокомбината. Пишет, что потерпел их нема. Яуген Каплант додал яшые два сдымки вместо авары. Светки пишет, что на Новобелецком мосту бачили як минимум три авары. Александр Купшихин у той же суполцы разместил фото гипермаркета с вышини 9-го поверха со словами «Лето кончилось». Кристальник август Шнайдер публикуе фото площади Ленина с комментарием «А в Гомеле». Дарья Громова зарабила фото в улице Жамчужной, Алена Стябкова в улице Яфремова. Аутра гэтага фото Анастасия Лабузнова. А гэта уже работа Наталья Семянцовой. Стоянку машин иллюструе Артём Василенко. А вот гэта цудовный сдымок зарабила Юлия Халобес. Первые снежные фото зявились так само в официнных группах «Гомеле ФМ». Дэджей Кирилл Дубковский и Катярына Календа гуляли у снежки под в окнаме радио студии. Завершим наш агляд социальных сеток цитаты с суполки «Гэта Гомель Детка». Видать, Кастрышник поспрашался со Снежным, что той не сможет высыпать увесь снег, який был различен на всю зиму за один день. А Снежин на гэта купился. Явген Пабалавец, телерадокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня завершается визит на Гомельщину делегации Любусского воеводства Республики Польша. Протставники этой краины сустрелись с керавництвом в области и ознайомились с экономичным потенциалом региона. За ходом визиту сачил Олег Синцерову. Сустреча с керавництвом Гомельского Аблова-Конкама на протоколе между всем неподобные. Уже у литерально спеших пелин, размовы и деп, шляхах активизации двухбакового сопротивництва, Любусское воеводство и Гомельское область, отповедное погоднение подписались еще в 2007 году и за минулый час поспели обменяться некалькими делегациями. Разом с этим, сегодня можно сказать о реальности поглубления этих контактов, при том, что працовники бизнесу в углу повинны працовать на промою, а по поширению сопротивництва, размова и подчас наведывания свободной экономичной зоны. Зараз у свете наличивается каля 11 тысяч таких зон, и задача гомельчан – препоновать саправды выгодные умовы. В польских бизнесменах текают истнуючие льготы, гаранты обороны и инвестиций. Максимальности поставок вырублены у Беларуси продукции у иншей окраины. Мы находимся 50 километров от границы с Украиной и 50 километров от границы с Россией. Затем у нас на территории свободной экономической зоны имеются свободные производственные складские помещения, незадействованные. Это бывшие предприятия оборонного значения и другие предприятия. Поэтому можно в кратчайший срок прийти к нам в свободную экономическую зону и начать производство. Ну и третье – это льготы, которые здесь предоставляются, налоговые, таможенные, преференции. Нельга казать, что польский капитал на Гомичине не проставлены у Вогули, але и вельми значным гэтае проставництва назвать так само нельгам. Ваховяк плюс у Будокошалёвском районе, что займается живёла годовлей и планове открыть властную перепрацовку, протяглый час был бодай одинным прикладом, об яким казали на всех узровнях. У минулом годе почалась реализация ящерного значного проекта. Основный накерунок тут – вытворчись мэбли. Самый великий инвестпроект, который зараз реализуется на Гомичине с уделом польского капитала, предприемство «Долком-40». По свободной экономической зоне оно зарегистровано в мае минулого года. Предприемство разместилось на мать 55 тысяч квадратных метров блога завода пусковых рукавиков. Плануемый объём инвестиций по этому проекте больше 27 миллионов долларов. Почас приезду делегации любыхского воеводства на предприемстве не только рассказывают об планах, а лей демонструить тое, что уже взроблено. Зараз завершается монтаж швейного обсталивания. Уже в наступном месяце почнется вытворчись шахлов для мэбли. Выпуск основной продукции плануется подчасть в середине наступного года. По кольу штат залечено 40 працующих, а ляходка, как эта лизба, поэлечится у разы. Время подсказывает, и бизнес меняется так быстро, что на сегодняшний день машины входят какие-то новые в жизнь, правда, технологические линии. Поэтому мы планируем 600-800 человек. Олег Сентюров, Валерий Капанько. Далее рады компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Депутаты палаты представников национального схода Республики Беларусь у этой дни працуют в своих округах. На протягу двух дней они будут примать у дел в громадских акциях и проводят приемы грамадян. У приватности депутата от Гомельской центральной выборчей округи Олег Леушунов планует провести у областных центров экологичный суботник. На его запросить не только мясовых жихаров, а и депутатов, усих уздоровников, которые работают на территории округи. На передаче Дня Олег Леушунов провел прием грамадян по особистых пытаниях, причем не которые гомельчане звернулись по телефону. У приватности медсестра одной из городских поликлиник Мария Рудянкова пропоновала провести суботники медицинских работников на будовнестве детской больницы. Среди других пытаний, которые хвалуют грамадян, повышение пенсии одиноким жанчинам, дети, яких загинули подчас выконания интернационального долгу, доброупорядкование дворовых территорий и забеспечение местами у детячих садах. Депутат – это проводник между органами власти и народом. Его задача – выявить проблемы, определиться, если не решаются на местах, и донести до тех, кто должен решить их. Коллективы Белорусского Державного Университета Транспорта завтра представят нового ректора Юрия Кулаженко. Сгоду на его призначение напередать не дал президент краины Александр Лукашенко. С Белорусским Державным Университетом Транспорта Юрий Кулаженко добрознайомый. Тут он починал в 1990-м у якости аспиранта, а в 2004-м скончил працу на посаде проректора по выховавчей работе. Затым 10 годов был первым проректором университета имя Франциска Скарыны. А пошние два года Юрий Кулаженко працавал в Белорусском Державном Университете информатики и радиоэлектроники. Сегодня в режиме вида селектора пройшли другие областные святопокровские адукационные читания. Вселетняя тема – Гомельщина, уроки 100 годтя. У вересни минулых года подписана программа взаимодействия по межуправлением адукации Гомельской и Туровской епархиями до 2020 года. Она продугледживает широкий совместных мероприемств. Одно из наиболее значных – святопокровские читания. Вселетая не объеднали каля тысячи наставников и священнослужителей региона. Основная мета – притягнуть увагу до необходимости духовного выхования подрастающего поколения. Обранная тема – Гомельщина, уроки 100 годтя. Закранная наиболее значная падея, яке оказали уплыв на сегодняшнее житие региона. Это Кастрычницкая революция, Великая Айчинная война, послевоенное одновление разбуранной народной господарки и многие иншие. Необходно памятать об своей истории и навод самых тяжких и складанных ее сторонок Сдобывать стану лучшее капсу частное поколение не полторало минулых помылок. Есть самая, конечно, рана, которая на теле церковном. Это уроки новомучеников, которые показали нам стойкость веры, стойкость своих убеждений, целеустремленность, любовь к Богу и к своему народу и Отечеству. Вот это тоже один из таких уроков, которые мы с вами должны никогда не забывать. Поставить себе пример, как люди любили свою Родину, как любили Церковь Христову и как готовы были отдать свою жизнь за веру. Самое главное – это работа по духовно-нравственному воспитанию. И эта работа, она неотделима. И здесь у нас цели вместе с Белорусской Православной Церковью совпадают. Поэтому сегодняшняя аудитория, которая собирает порядка тысячи человек, позволит услышать те интересные наработки, которые есть в области духовно-нравственного воспитания, взаимодействия с Церковью и, конечно же, решить определенные вопросы нашего дальнейшего взаимодействия. Знакомитый украинский спевак, композитор, актер и автор песен Олег Винник встретился со своими белорусскими прихильниками. В гастрольную участку по нашей краине у Вайшли Минский Гомель. В день концерта Олег Винник встретился с нашей сдымочной группой. До начала концерта еще несколько минут. За кулисами артист Олег Винник рыхтуется до встречи со своими гомельскими прихильниками. Это первая гастроль украинской зорки в Беларуси. Поэтому артист признается, что крыху хваливается. Я думаю, что для каждого артиста вот такого плана дебюта, пересечения границ и дальше петь, нести свое творчество, свою песню людям, это очень важно. И я желаю всем, чтобы каждый артист это переживал и чтобы всегда пересекались границы и чтобы вообще их не было, этих границ в плане творчества. Хотя чисто с человеческой точки зрения, да, переживания есть. Но так, чтобы я сказал, что я где-то вот нахожусь как-то вот не в своем таком, то я не могу сказать. У Гомель стал первым городом у Беларуси на сцену Окуга вышел Олег Винник. Для белорусских глядашов артист подрыхтовал великую программу, у якую вайшли лепшие песни за некольки годов. Дарыча артиста тримал популярность не только на эстраде. На европейской и сосветной театральной пляцовце имя Олега Винника так само добра вядома. И он спевал у оперы Тоска и оперетти Паганини. Блескуча выканал роли Жана Вальжана у мюзикле «Адрынутая» и «Чорного принца» у постановцы «Элизабет». Телеглядачам Олег Винник вядомы по ролях у телесериалах. У 2011 годе почау займаться эстрадной карьерой. За «Амальдве годины», что протягвауся концерт, Олег Винник выканал усе хиты и представил некальки премьер. У замен на свою творчасть артиста тримал гучные аплодисменты и некальки разов проспевал на бис. Александр Лупиненко, Дмитрий Радянко, телерадиокампания «Гумель». Гэты, а таксама іншые новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomil.by. На гэтым выпуск завершенный, у студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго вам самого доброго, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин